Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как вы знаете, на повестке сегодняшней торговой сессии у нас очень серьезное макроэкономическое событие, а именно публикация данных по американскому рынку труда. Non-Farm Parals сегодня у нас в центре внимания, поскольку мы понимаем, что такой сильнейший отчет, как Nonki, в копии с публикацией данных по росту заработных вклад, может серьезно повлиять на шансы ужесточить монетарную политику со стороны ФРС уже по итогам декабрьского заседания. Пожалуй, до конца этого года у нас остается несколько серьезных инфоповодов, и, опять же, после, наверное, американских выборов заседание ФРС будет удерживать лидерство в плане вот этих ожиданий. Мы питаем такой четкий, мне кажется, обоснованный оптимизм, связанный с тем, что ФРС все-таки не просто в очередной раз просигнализирует о том, что американская экономика готова к ужесточению монетарной политики, а, наконец-таки, даст нам это долгожданное решение, которое должно стать бустом для американского доллара и позволить нам закрепиться по ряду инвестиционных идей выше тех значений, которые мы хотим увидеть. Ну, конечно же, по профиту. О том, что у нас складывается в адресе в отношении американского регулятора, мы с вами продолжим говорить вплоть до основного заседания. В целом, новостная картина не меняется, но мы понимаем то, что каждый макроэкономический отчет, который нам сейчас удается проанализировать, он имеет изначально двойственное влияние. Это не просто статистика по характеристике сектора. Это как раз релиз, который анализируется вдвойне, поскольку может серьезно повлиять на тех скептиков, которые присутствуют в рамках ФРС. Напоминаю то, что их сейчас двое. Это Джордж и Мейстер, которые по-прежнему считают то, что еще рано повышать процентные ставки. И полагают, что лучше сохранить прежнюю выжидательную позицию. Правда, не знаю, что они ждут, но неужели целевого показателя по инфляции в 2%? Если это так, то придется ждать еще не один год. Если сослаться на рынок труда, то вы знаете, что ФРС, в принципе, уже давно достигли тех целей, которые были поставлены после кризиса 2008 года. Пятипроцентная планка пала, и у нас есть все позитивные ожидания того, что этот восстановительный тренд сохранится и дальше. Вроде бы как и по темпам экономического восстановления все, слава богу, плюс 2,9 прошлого отчета, суперская статистика. Ну, это, опять же, не что-то напускное и локальное. Мне кажется, американская экономика в целом заслужила, чтобы отчитаться о таком результате. Поскольку последние данные по активности в сфере услуг, промышленности, они, собственно, и создали вот этот буст, который в конечном счете был конвертирован в показатели практически в 3% прироста по ВВП. Ну, о паре юздиены мы поговорим. Все-таки давайте начнем с нашего вступительного инструмента. Это рынок нефти и традиционно мы касаемся брента. В данном случае я снова хочу отметить то, что брента переписывает локальные минимумы и уже торгуется, по сути, на полугодовалые минимальные отметки. 46,28 колл с вчерашнего дня. Сейчас актив торгуется чуть повыше. 46,48. Ну, просто какое-то безудержное снижение. Такое ощущение, что уже случился этот инфоповод, как заседание в Вене 30 ноября. И уже мы получили сигнал того, что стороны не договорились, собственно, как и ожидалось. Безусловно, если пересчитывать, я снова говорить о факторах, которые оказывают сейчас влияние на рынок энергоисурсов, это продолжающаяся эйфория медведей по поводу тех результатов, которые мы получили по запасам нефти. По версии АПИ, вы помните, запасы вырисованы на 9,3. По Минэнерго плюс 14,4. Это абсолютный максимум. Соответственно, мы были правы, когда говорили о том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые сейчас находятся на обслуживании техническом перед новым зимним сезоном, будут влиять на факт увеличения запасов. Плюс ко всему констатировали рост импорта, что в целом и было конвертировано в такие результаты. Это даже лучше, чем мы с вами ожидали. Но мы долго ждали. Долго ждали этой коррекции, поэтому, наверное, все-таки наши ожидания должны были быть вознаграждены. Но все равно, даже несмотря на то снижение, которое мы видим, нам нужно значение пониже. И это значение как минимум 45 долларов за баррель. При таких темпах, как мы наблюдаем сейчас, эта планка поддержки может пасть в самое ближайшее время. Еще хочу отметить негативный момент по рынку нефти. Это последние данные по производству, по добыче энергоресурсов. Так вот, за прошлый месяц ОПЕК увеличил добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Произошло это за счет, в частности, Ливии, за счет Нигерии и Ирана. И с особым удовольствием хочу отметить сейчас то, что планка по производству уже составляет 34 с небольшим миллионом баррелей в сутки. Вы понимаете, какая-то проблема для общего дисбаланса спроса и приложения и какой-то задел для того, чтобы это перепроизводство еще больше усиливалось. Рынок, конечно же, все это видит, понимает, собственно, поэтому мы и наблюдаем ту коррекцию, которая сейчас прослеживается и реализуется в динамике Brent и WTI. Сегодня у нас на повестке дня, помимо статистики по США, которая повлияет на доллары, соответственно, на стоимость сырьевых активов, еще есть один инфоповод, который будет интересен для трейдеров по нефти. Это статистика по количеству нефтяных платформ от Baker Hughes. Выйдет она традиционно в 20.00 по московскому времени. Напоминаю, что прошлый показатель 441 нефтяная вышка. Практически не сомневаюсь в том, что мы снова будем говорить о приросте. И надеемся на дополнительный фактор давления на нефть. Хотя факторов этих коррекционов уже предостаточно. Нам остается только ждать еще более низкие ценовые значения. Ну и понимать, осознавать абсолютно адекватно то, что вот так вот без отката движение, конечно же, идти не может. Поэтому вполне логично, что сегодня закрытие недели, пятничная торговая сессия. И используя свойства пятницы, эффект пятницы, трейдеры будут фиксировать результаты перед выходными, чтобы, опять же, получить тот профит, который удалось все-таки нагулять за последний откат. Закрыть его, а фиксация ордеров будет приводить к откату. Это тоже обычные рыночные торговые реалии. Вы должны это понимать. Не нужно паниковать, если мы сегодня увидим прирост на 1% бренда. Это все равно ерунда. Уверен в том, что на следующей неделе мы вернемся к распродажам. И хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время все-таки коснулись нашего заветного уровня поддержки 45 долларов за баррель. Рубль против американцев 63-68. Мы говорим о том, что 64 это тот рубеж, который в ближайшее время останется позади. Наша цель 65. Я предлагаю сейчас не останавливаться на рубле, потому что правила действуют. Привычная корреляция с нефтью и осознанием его снижения. Такая же девальвация для рубля. Это уже, скажем, та тенденция, которая должна была быть вами понята, осознанно. Я надеюсь, что вы все прекрасно понимаете, что рублю сейчас придется только терять. Если кто-то из вас считает, что рубль в ближайшие несколько дней, недели вернется к отметке 62 и окажется ниже, буду рад выслушать вашу позицию на канале на YouTube, либо на форуме AmMarkets. Поделитесь, пожалуйста, вашим видимым рынком и скажите, почему вы считаете, если, конечно же, такие есть мнения, что у рубля есть основания по укреплению. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1,1085. Отступили мы от сопротивления 1,11. Между прочим, смотрел сегодня утром инвестиционную декларацию Morgan Stanley. Они как раз отметили то, что на отметке 1,11 пара евро торс своим восходящим отскоком выдохлась. И дальше будет только снижение. Я бы пока не торопился с этим, поскольку у нас выборы только во вторник. Сегодняшняя торговая сеть еще и понедельник. Неясно, с какими настроениями мы к ним подойдем. Пока эти настроения явно указывают на то, что спрос на франк и на йену сохраняется позиционно. И при возникновении очередного витка повышенной активности в отношении этих инструментов, большего спроса, мы, конечно же, должны будем смириться с тем фактом, что евро будет реагировать также параллельным ростом. Поскольку евро это валюта фондирования за крайне низких процентных оставок. Больше причин, которыми можно обосновать восходящее движение нет. С одной стороны, это хорошо. Потому что мы понимаем, как только настроение изменится, у нас будут все основания и предпосылки, чтобы вернуться вместе с вами к нашим прежним взглядам и прежним коррекционным идеям. Евро будет снижаться и, уверен, окажется ниже отметки 1.10 в ближайшее время. Фонд против американцев. Здесь, как всегда, чудеса волатильности. Хотя, наверное, уже неправильно говорить про чудеса. Это не просто какое-то беспрецедентное движение по британцу. Это самые обыкновенные рабочие трудовые будни. Потому что фонд показывает такую безумную динамику уже практически каждую неделю, каждый день. Практически без исключения со времени проведения референдума. И фонд позиционно оставался под давлением. Последние торговые сессии явно привели к спросу на этот актив. Причин несколько. Это слабый доллар. Ну и вчера, безусловно, стоит отметить еще и национальный фундамент, который щеголял буквально вдоль всей торговой сессии Европы. И поддерживал, собственно, фонд самого открытия. Во-первых, у нас сначала был отчет по индексу активности в сфере услуг. Напоминаю, что на этот индикатор приходится больше 80% экономического роста. И у нас прогноз был однозначный. Если статистика, соответственно, хорошая, значит мы ждем поддержки для пары. Если статистика плохая, ждем коррекции. Статистика хорошая. 54,5, с прошлого 52,6. И мы увидели, как фонд от этого начал активно расти. Но не то, чтобы активно, а в принципе расти. После этого внимание трейдеров переключилось уже на заседание банка английской. О публикации процентной ставки. И после начала европейской сессии на рынке объявился такой форс-мажор, который, собственно, и стал бустом, стремительным для пары фунт-доллар. Это решение суда Великобритании о том, что правительство Англии вряд ли сможет вот так вот в одиночку, скажем, инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора. Все дело в том, что у правительства нет таких полномочий и мандата. Нужно получить подтверждение со стороны парламента. А если так, то есть основания полагать, что выход Англии из состава ЕС может уже и не быть таким жестким. Может быть, если найдется, скажем, взаимопонимание, в том числе и с Терезой Мэй, Англия сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. Участники рынка восприняли это решение в позитивном ключе. Мы увидели в моменте реакцию роста на целую фигуру. И на этом волне успеха пара практически достигла отметки 1,25. Но сейчас, если разбирать эту ситуацию подробнее, то, в принципе, самого факта решения суда и то, что оно присутствует, это не значит, что проблемы и весь негатив стоит забывать. То, что Англия будет, собственно, развиваться в основном на ключе, но при полной, скажем, партнерской поддержке, при сохранении прежних связей и доступа к единому европейскому рынку. Это еще пока вилами в воде. Ничего не ясно и неизвестно. Может быть, и парламент тоже сделает ставку на то, что нужно уважать мнение британских избирателей. Если они в формате народного волеизъявления 23 июня проголосовали за составы ЕС, значит, туда Англии и дорога. Поэтому решение может быть инициировано также в короткие сроки. И мы снова будем говорить про последствия, которые пока еще по-прежнему очень трудно оценить. Из других факторов поддержки. Это, безусловно, прогнозы Банка Англии по поводу перспектив экономического роста. Они были пересмотрены на 2017 год с 0,8% до 1,4%. Про 2018 и 2019 года сейчас говорить давайте не будем. Они тоже пересмотрены с улучшением. Но это так. Не скоро, что миллион раз еще все поменяется. С 2017 года сейчас вполне достаточно. Также Банк Англии отметил то, что последствия Брекзита минимальны с точки зрения влияния на экономику. То, что ослабление фунта улучшило конкурентоспособные качества национальных производителей, подстегнуло показатели экспорта и в перспективе очень неплохо улучшит вообще картину торгового баланса. Замыкал торговую сессию еще Карни со своим выступлением. Карни отметил то, что прежних стимулов было достаточно, чтобы улучшить ситуацию, чтобы снизить негативные последствия, чтобы уменьшить и понизить турбулентность, волатильность. И эти решения по снижению процентной ставки до 0,25% оказались позитивными для экономики. Но это не факт, что Банк Англии не рассматривает возможности дополнительных инструментов, которые могут потребоваться, если ситуация ухудшится. Да, вероятность сейчас меньше, чем раньше. Почему? Потому что начинают говорить о резком росте инфляции. Если инфляция уверенно выйдет за значение цели, там 2%, а прогнозируется, что в 2017 году мы увидим даже 2,5-2,6, конечно же, вероятность снижения ставок будет гораздо ниже. Но мы же сами понимаем то, что ослабление валюты обязательно придет к разгону индекса потребительских цен. И помним то, что Банк Англии уже ранее сообщал, что они будут корректировать основные параметры денежно-кредитной политики, отталкиваясь не от краткосрочных рисков, которые могут быть связаны с инфляцией, а от долгосрочных последствий. Поэтому если на рынке появится снова негатив в том ключе, в котором он был актуален несколько недель назад, я думаю, что мы смело сможем продолжить спекуляции, в том числе и в контексте новых стимулов со стороны Банка Англии. Резюмируя то, что уже сейчас сформировано на рынке, негатив все еще актуален. Плохие настроения сохраняются. Позитив в целом только в формате ожиданий, но я не думаю, что на него нужно делать большой акцент. И в целом фунт будет и дальше придерживаться своего коррекционного русла. Я надеюсь, что давление на фунт будет возобновлено сразу после того, как доллар все-таки оклемается после выборов и начнет набирать высоту. В общем, это уже следующая неделя. Посмотрим, как будут развиваться на события. Сейчас у нас котировки по фунту 1,2452. Конечно же, тестирование сопротивления 1,25 вероятно. И если этот уровень все-таки падет, будут высокие шансы того, что восходящее движение продолжится. Но даже несмотря на это, я пока не вижу оснований, чтобы, опять же, себе сказать, что фунт будет дальше только расти. Нет повода для дальнейших распродаж. А если я не могу, собственно, констатировать такие условия, я не хочу даже озвучивать их вам. По-прежнему остаюсь медведем в отношении британца и жду все-таки того самого обвала, который может завести пару в район 1,20. Дальше идем из других активов. Доллар японская иена. Очень много статистики. Вчера в Зайпке на пособии по безработице 265 тысяч против 258. Индекс деловой активности маркет 54,8 так и остался на прежнем уровне. АСМ, показатель сферы услуг, важный индикатор, снизился. Если в прошлый раз у нас был индикатор и отчет 57,1, то сейчас 54,8. И трейдеры решили, что это плохо. Да нет, это не плохо. Отчет держится выше 50. И если мы уберем экстремум, вот как 57,1, это действительно, на мой взгляд, случайный, величина и случайный показатель. Потому что он резко разнится с теми значениями, которые мы видели до этого. И, скорее всего, такому росту поспособствовала какая-то компонента локальная. И ее вклад в общий показатель этого индекса. Если убрать этот экстремум, то вы сможете увидеть то, что медианная линия, она остается в сопоставимом уровне 53, 54 и выше и придерживается восходящего движения. То есть, сфера услуг растет и сфера услуг создает очень хорошие основания, которые уже были реализованы в достойных показателях ПВП для того, чтобы экономика развивалась и дальше. И продолжала нам спекулировать на идею ужесточения монетарной политики и самого факта готовности к этому США. Поэтому мы будем использовать эту фундаментальную статистическую поддержку. Ждем декабрьское заседание, ждем, что USD иена все-таки начнет расти. Сейчас котировки 103,26. Отбились мы от поддержки 103. Надеюсь, что далее последует восходящее движение. И оно последует, потому что сегодня у нас соответствующий фундамент non-farm payroll, уровень безработицы и, соответственно, уровень зарплаты. Это очень важный блок статистики, который спровоцирует в латиниц больше, чем на фигуру. И если статистика будет хорошей, я в этом практически не сомневаюсь, и при условии какого-то дополнительного отсутствия дополнительного негатива из-за предвыборной кампании в США, уверен, что пара USD и иена сможет закрыть неделю на более высоком ценовом значении, нежели чем котируется сейчас. Более высокое ценовое значение – это выше сопротивление 104 иена против американца. А я вообще рассчитываю на то, что мы вернемся в район 105. USD-CAD 1.3407 не добрались бы мы до отметки 1.3350, поэтому парой не торгуем. Если хотите рискнуть, лучше отказаться от этой идеи сразу, потому что коррекция нефти, скорее всего, сегодня последует восходящее. Эта коррекция может привести к укреплению и канадской валюты, и, соответственно, к снижению пары USD-CAD. Я все-таки жду, что мы вернемся в район 1.3300 или хотя бы 1.3350, прежде чем задумываемся о занятии очередной длинной сделки. Евросвиси сейчас котируются на уровне 1.0815, то есть с минимальных уровней, которые были ниже отметки 0.8, мы поднялись. Снова покупаем валютную пару, СПОС можно поставить на отметке 1.0750. Цель у нас по этой валютной паре как минимум 1.10. Вспоминаем то, что помимо условий, связанных с курсами европейской валюты, у нас есть еще и понимание, что и Национальный банк Швейцарии будет всячески препятствовать резкому укреплению франка, и уж тем более закреплению пары Евросвиси ниже отметки 1.08. В последние дни явные тому доказательства пара ушла ниже, уверен, что валютные интервенции стали как раз и стимулом для того, чтобы франк просел больше, чем европейская валюта, поэтому Евросвиси снова оказался выше этого значения. Сегодня в 15.30 следим за статистикой по штатам, что бы ни случилось, вы просто обязаны быть в этот момент перед экранами ваших терминалов, поскольку статистика очень важная. Это самый важный отчет по американскому рынку труда за этот год, потому что он предваряет декабрьское заседание. В 15.30 еще также выйдет уровень безработицы по Канаде. Здесь я надеюсь, что сильные цифры мы увидим, и сильная статистика может стать причиной еще дополнительного укрепления канадского доллара. И в 20.00 отчет от Бейкер Хьюса по нефти. Ждем роста платформы и ждем давления на нефть. Кодовое слово на сегодня. Безработица. Величина бонуса 17%. Действует он до брифинга следующего, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Для тех, кто не может присутствовать в прямом эфире, запись на канале на YouTube. Если есть вопросы, можете задавать их на форуме Амаркетс, либо прямо под свежим видеобрифингом. Любой вопрос, любой комментарий, все, что вас интересует по финансовым рынкам. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Удачной вам торговой сессии. Пожалуйста, контролируйте риски, соблюдайте классические правила риска менеджмента. Ну а в следующий раз увидимся уже в понедельник. Сначала на брифинге, а потом и на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.